Всем привет! Начинаем наше очередное занятие. Сегодня будем разбирать еще одного нашего участника, того, кто еще не улучшил свои результаты. Но перед тем, как начать разбор, я думаю, мы еще разбираем ваши раздачи, может быть, 15-20 минут. Я видел в топике обрядной связи, вы выкладывали. Соответственно, сначала разберем их в первой части занятия, и потом перейдем к разбору кого-то из участников. Я вижу, у нас тут несколько ребят с курса есть, но только два почему-то написали свой скайп. Хотя я вижу тех ребят, кому это бы тоже не помешало. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Может быть, мы и вас разберем. Напишите, как в чат и картинка. Напишите в чат, как звук и картинка. Если все хорошо, будем начинать. Я сегодня немножко в неприглядном виде. Небритый. В футболке потертый. Но ничего страшного. Так. Давайте перейдем к разбору. Настя выложил раздачи. SNL 100. Аж 5 штук. Давайте быстро пробежимся. Open Race ранее. Куча колов. Сквиз от баттона. Баттон какой-то нитовый парень. 16 на 8. Общий сквиз 7. Ну, тут есть сквиз баттон против UTG 14. Но не знаю, насколько это правдивый стат. Так. Кто у нас колд коллил? Колд коллили какие-то. Тоже не ты. Тоже не ты. Ну, а что здесь по поводу кола сквиза? На самом деле, мне здесь он не очень нравится, честно говоря. Ну, казалось бы, сквиз достаточно большой. Но я бы здесь ориентировался на общий показатель 7%, нежели на сквиз против конкретной позиции. Потому что я думаю, что здесь просто выборка недостаточно большая. То есть я бы сказал, что, скорее всего, в такой ситуации у него будет сквиз не больше 7%. Даже если сквиз 7% с туз валет без позиции, это уже граничный колл просто 3 бета. Здесь же сквиз под, когда процент реализации equity будет хуже. Просто по причине того, что за нами сидят еще оппоненты, которые могут зайти коллом, тоже реализовать свой equity. Поэтому я бы здесь, скорее всего, просто выкидывал бы на префлоп и не защищал бы эту руку коллом. Я бы фолдил бы, тем более на фулл ринге. Поэтому фолд префлоп. Потому как сыграно, попали в топ-пару. Оппонент ставит конбеты в позиции не так часто, 47%. Но рука все равно входит в спектр нашей защиты, тем более против третьей пота. Коллируем. Терн. Ну, терн, да, по статам колл. И опять же, по шансам банка и риверфолд нормально здесь сыгран. Но я бы скорее фолдил префлоп. Так, дальше. Король 10. На большом блайнде. У Насти вопрос, коллировать ли ей третий. Нет, такую руку коллировать не нужно. Я уже про это говорил на тренировках. В такой ситуации недостаточно у нас количества эквити. И процент реализации эквити плохой. Для того, чтобы коллировать такую руку. Я бы здесь выбирал бы между 3-бет сквизом и фолдом. С учетом того, что здесь на малом блайнде фиш. Фиш с большим фпипом. На кат-тофе, как правило, будут достаточно высокие фолды на 3-бет. Я бы здесь скорее склонялся к сквизу. То есть я бы здесь делал 3-бет сквиз, но не колл-колл. Дальше что происходит. Парень донкает в двоих. Пассивный фиш донкает в двоих. Под бетом у нас здесь фактически топ-трипс. Я бы здесь на самом деле не выдумывал. Я бы здесь сыграл бы напрямую value. Рейзил бы нашу руку. Не коллировал бы ее. Потому что в случае колла мы даем хорошие шансы банка на колл-котов. Плюс какие-то выйдут карты, которые могут убить экшен. И фиш нам уже не отдаст стэк с какой-нибудь слабой десяткой. Например, если у него там 10-9 или 10-7. Может закрыться флаж. Может вот опять же выйти туз. Поэтому я бы здесь рейзил. У нас здесь есть причина для рейза. Играем через рейз и на стэк с фишом. Потому как сыграно. Ну, здесь все достаточно стандартно. Под контролем. И коллим ривер на сплит. Ну, и у нас еще иногда будет некоторый процент выигрыша. Хотя колл здесь, конечно, не самый радостный. Под бета. Но в целом, я думаю, проглазит. Дальше третья раздача. Король валет. Панрейс ранит. Панрейзит. Кто там? Кто панрейзит? 20% товарищу панрейзит. Коллирует баттон. Колл колл у него 8%. Хироу сквизит. Где там на СБ? Да, на СБ. И играет через чек. Здесь, в принципе, можно сыграть через чек. Просто потому, что на 3 улицы Вэлли нашей руки точно не хватит. Мы по этому руку будем включать спектр чек-колла флопа. Чек в порядке. Ну, и как я уже говорил, если вы придерживаетесь какой-то линии... Ну, точнее, нет, не так. Я не скажу, что это ошибка по терну. По терну, что это ошибка. Единственное, что здесь нужно понимать, исходя из каких соображений вы здесь чекали флоп. Привет, Азотикус. То есть, если вы здесь чекали просто потому, что... Ну, вот вам известны причины для ставок. Вы понимаете, что вам эквити недостаточно для value bet здесь по флопу. У вас перевес не слишком... Ну, не слишком большой перевес будет. 60% здесь у вас, скорее всего, не наберется. Вы чекаете. Тогда в этом случае bet по терну имеет право нажить. Потому что здесь уже потерну. Вкапнутый рейндж у вас будет тонкий value bet. Скорее всего, против десяток, восьмерок, каких-то, может быть, дрорук, которые еще могут вас заколлировать, которые подконтролили. Ну, вот. И здесь уже можно сыграть через value bet. Но, если вы здесь чекали, уже зная какие-то более продвинутые концепции. Например, вы хотите защищать свой спектр чека. И у вас есть спектр конкретный чек-кола. То обычно, если вы защищали свой спектр чек-кола по флопу, играя через чек определенную часть своего рейнджа. То вы продолжаете это делать на терне. Просто потому, что игра с защищенным спектром предполагает, что у вас в спектре достаточно много рук, которые требуют игры через чек-кол. И реализации equity через чек-кол. Именно поэтому вы чекаете какие-то средние руки, и вы чекаете еще сильные руки. Например, там, сет на валетах вы здесь можете сыграть через чек-кол. Ну, вот. Или часть туса валет вы можете сыграть через чек-кол. Ну, и король валет сыграть через чек-кол по причине того, что у вас в любо этого не будет. Тогда, в этой ситуации, как правило, вам нужно продолжать чекать по терну. И играть через чек-кол. Потому, как сыгранно, я бы точно здесь не играл бы бетфолт. Оппонент слишком агрессивный. У него есть склонность к рейзам. Он здесь фактически изображает три комбинации девяток. При этом девятка ему, на самом деле, добавляет equity. Ну, у него могут быть такие руки, скажем, как король дама. Или, может быть, тус дама он вот так вот решил хитроумно разыграть. Поэтому я бы здесь не выкидывал. Почему я бы здесь не выкидывал? Потому что ограниченный value range в первую очередь. То есть, фактически он здесь изображает три-четыре комбинации. И для того, чтобы у нас кол здесь окупился, он здесь должен блефовать совсем редко. Для того, чтобы кол был в порядке. А у него здесь достаточно высокая агрессивность. То есть, это не какой-то нит. Поэтому, я думаю, кол здесь по терну точно пролазит. Fold не очень хорошая игра. Насчет ривера. Скорее всего, я бы выкидывал. То есть, ну, такие оппоненты, как правило, могут блефануть одну улицу. А дальше они уже блефовать не будут. То есть, мы играем bad call и check fold turn. А, это у нас нл-50, не нл-100. Это мод нл-100. Тогда, может быть... Может быть, может быть... Ну, нет, наверное, все-таки терн я бы не выкидывал. Да. Терн колл и по риверу fold. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok